Продолжение следует... Мои собеседники, журналист Марк Котлярский и политолог Александр Цинкер. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Ну что, на этой неделе были долгожданные многими, а кто-то и не ждал, дебаты двух основных кандидатов в президенты США, Трампа и Харрис. У каждого были свои ожидания по этому поводу, в том числе и в Израиле. Потому что в Израиле и вокруг него проходят события, без которых кандидаты в президенты США мимо пройти не могут. Так оно и было. Высказались оба. Скажите, пожалуйста, услышали ли вы что-то от обоих кандидатов, что-то интересное, может быть прорывное, не знаю, оригинальное? Марк Котлярский. Ну, этих дебатов действительно ждали многие и, так сказать, к ним подогревалось, интерес к ним подогревался средствами массовой информации. Причем не только в самой Америке, а, наверное, по всему миру и, в том числе и в Израиле. Безусловно, ждали, потому что, пометуя о, скажем, о том скандальном проигрыше, который, так сказать, ну, это уже не признают все, потерпел нынешний президент Америки Байден во время, так сказать, дебатов с Дональдом Трампом. И это тоже, так сказать, подогревало интерес, безусловно. Не знаю, честно говоря, я смотрел эти дебаты, ну, как бы уже они начались ночью, я уже смотрел, что называется, выдержки из них. Очень многие, так сказать, посвятили свои обзоры этим дебатам. Ну, скажем, для себя я ничего нового в них не открыл. И для меня, честно говоря, было удивительно, что они практически, на мой взгляд, закончились ничью, на мой взгляд. Что интересно. И во многом, конечно же, так сказать, я читал критику, я с ней согласен, может быть, так сказать, немного передергивали модераторы, которые давали все-таки большую свободу Хамале Харрису и больше, так сказать, прессинговали, скажем, прессовали, если так можно выразиться, прессовали Дональда Трампа. Дональд Трамп повторил, естественно, меня интересовало, что скажут они по поводу Израиля, по поводу конфликтов в секторе Газа. Каждый, в принципе, повторил свои собственные тезисы. Камала Харрис была верна своему нарративу, который, так сказать, еще выработан Белым домом о том, что война – это плохо, ее надо заканчивать. Что, какие-то общие слова о том, что, как бы, Израиль имеет право на самооборону, но, с другой стороны, типа, вы, ребята, заигрались, уничтожено много палестинцев, надо, так сказать, прекращать эту войну. Да, то есть, вот такие общие фразы, ничего не говорящие. Значит, Трамп тоже, в принципе, сказал о том, несколько раз повторив, что если Камала Харрис, кстати, это вызвало даже удивление. Я буквально задолго до программы читал, значит, тоже обзоры. Это вызвало удивление у еврейских общин, у евреев американских, которые поддерживают Трампа, что их поразило то, что Трамп столь категорично высказался по поводу Камала Харрис, что, если Харрис придет к власти, то Израиль прекратится существовать вообще. То есть, как бы, Израиль ждет катастрофа, если в случае прихода Харрис к власти, а вот если я приду к власти, сказал Трамп, то ситуация в корне изменится. Вот, как бы, так сказать, они говорят о том, что вот эти евреи, симпатизирующие Трампу, что, ну, как это говорить о том, что от одного человека зависит судьба целой страны, тем более еврейского государства. Как-то это прозвучало, сказали они, не очень, прозвучало это как-то слишком категорично и слишком пессимистично. Вот, что я вынес, пожалуй, из этих дебатов, и, насколько я понимаю, результаты их практически равны, но Трамп уже известен тем, что он умеет мобилизоваться. Во всяком случае, значит, он выиграл в свое время, проиграл в свое время дебаты жене Билла Клинтона, значит, Хиллари Клинтон, но затем сумел, так сказать, все-таки на выборах одержать на ней победу. Ну, загадывать не будем, потому что, во-первых, предстоят еще другие, как утверждают новый круг дебатов, плюс еще все-таки есть время, чтобы ситуация может качнуться в любую сторону. Марк, спасибо. Саша, ты услышал что-нибудь для себя неожиданное? Ну, честно говоря, неожиданно слабо выступил Трамп, причем там, где он мог набирать очки. Это не касается Израиля. Даже, честно говоря, не касается. Я бы удивился, что он не напомнил, что он сделал. Он сделал свою каденцию, это Абрамов соглашение, да, это посольство в Иерусалиме. Это действительно было бы воспринято в Израиле и евреями Америки очень положительно. Но он ничего не говорил об экономике, где Харис плавает, и там он мог бы зарабатывать очки, потому что там действительно у нее зачастую не было чего ответить, кроме того, что она подготовила. Но, мне кажется, все же по очкам она выиграла. И выиграла за счет чего? За счет того, что и поделить технологии, и придумывали ей несколько вещей. Начиная с того, что прийти и подать руку Трампу. Это я вспомнил, знаешь, конкурс капитана КВН. Я играл с одной командой, вот у нас был конкурс капитанов. Мы вышли, а я вытащил из кармана такое красивое красное яблоко. И дал капитану, говорю, вот угощаю. Ты знаешь, он минуту приходил в себя, и потом, по-моему, это как-то на него подействовало. Он конкурс сильно проиграл. Она играла мимикой очень неплохо, когда Трамп о чем-то говорил. То есть, с ней поработали, и она четко выполнила все установки, которые ей дали. Что же касается Трампа, мне кажется, он на каком-то этапе немножечко сорвался. Он выглядел такой уже как бы, ну не то что обиженный, а уже настроенный на какую-то такую борьбу. То ли на него подействовало, что, как он сказал, он выступал один против трех. Потому что действительно, там каждый раз ведущие и начинали проверять его высказывания. Это так, это не так, это так, это не так. Это, честно говоря, немножечко нервировало даже зрителей, а его тем более. Кстати, Харрис, они никогда ничего такого не говорили, правду она говорит или нет. Просто это действительно может выводить себя. Если подвести итоги того, что они сказали об Израиле, значит, это выглядит примерно так. Так, если соединить два высказывания Харриса и Трампа, что Израиль имеет право на оборону в течение двух лет, после чего он исчезнет. Это то, что сказал Трампа по поводу Харриса, да. Ну, естественно, это глупости. Вот в отношении высказываний по поводу Израиля ничего нового не было. Как и не было очень многое по другим пунктам. Они не столько предлагали свои программы, они в основном говорили, какие плохие демократы говорили о республиканцах, и наоборот. Ничего от себя сказано нечего было, и не было сказано. Поэтому в этом отношении они довольно-таки пустые. Но за счет вот этих игр политехнологии, мне кажется, все же по очкам Харрис выиграла, что мне, в общем-то, не нравится, потому что я считаю, при всем, при всех проблемах и одного, и второй, все же для Израиля, наверное, Трамп лучше. Спасибо. Ну, раз уж мы загорели о международных делах, вот тут странная ситуация сложилась вокруг неприезда главного по иностранным делам в Евросоюзе господина Борреля. Он, как известно, он сообщил сейчас, что не приедет в Израиль и отменяет свой визит. И произошло это после того, как наш глава МИДа, Исраиль Кац, отказался принять его в рамках официального визита. В Израиле, объясняя это, достаточно саркастично сделали заявление, что, мол, Боррель может, конечно, прибыть в Израиль и без получения разрешения или официального приглашения, то есть в качестве туриста. Ну, тогда он должен сам заниматься своей охраной, не будет никаких встреч официальных в МИДе и так далее. И Израиль, мол, вообще не несет никакой ответственности за его пребывание. И вот тут, как бы, в обсуждениях случившегося разделились люди на два лагеря, условно. Одни считают, что молодец Кац, наш министр иностранных дел, и вообще молодец Израиль, который стал жестко реагировать на выпады наших неприятелей, а Боррель известен своей пропалестинской позицией и достаточно жесткими заявлениями в отношении Израиля. А другие считают, что какая-то, мол, глупая детская выходка со стороны Каца, что надо заниматься договоренностями, а не наоборот ругаться. Что вы думаете по этому поводу, Марк Котлярский? Ну, действительно, Боррель, я получаю постоянно какие-то пресс-релизы от нашей с вами коллеги Виктории Мартынова, его высказывания, и не только ее, и как бы в сетях я вижу, в Твиттере и так далее. Боррель, к сожалению, действительно известен своей пропалестинской позицией. И в последнее время он все чаще и чаще ее проявляет, и она становится все агрессивнее и агрессивнее. Например, одна из последних его инициатив, если не ошибаюсь, Саша меня поправит, он более хорошо в этом разбирается, но, по-моему, это была одна из последних, он потребовал ввести санкции, очередные санкции против поселенцев, сказав, так сказать, об их, о том, что, так сказать, они там, типа, разбушевались и насилие поселенцев. Это срывает там мирный, прочую чушь, короче говоря, который отличается всегда, европейцы очень часто отличаются. Я считаю, что КАС поступил совершенно правильно, совершенно правильно. То есть это никакие не детские выдумки. Почему это мы должны, собственно говоря, человек, кстати, его каденция, если я не ошибаюсь, заканчивается в конце декабря. Так что это уже, как бы, что называется, человек уже на последнем издыхании старается, я имею в виду, должен, на должности, пусть оживет сколько хочет. Да, но его еще раз повторяю, последние высказывания просто отвратительные. Они отвратительные, они играют на руку Хамасу, они, так сказать, совершенно забывают в этих высказываниях, мы вообще забывали, что произошло 7 октября. И поэтому решение Среди КАС видится неправильным и жестким. Я считаю, что действительно так надо относиться. Борель нам не друг, да? У нас есть масса других друзей, с которыми мы можем работать, которые нам помогают, которые нам сочувствуют. Та же Италия, Венгрия, Польша, вот с ними надо налаживать отношения и поддерживать отношения, потому что эти страны нас, Германия, кстати, та же, они нас поддерживают, нашу позицию. У нас есть противники, такие как Испания, скажем, которая вообще, по-моему, в последнее время, благодаря этим социалисту Санчесу, который, кстати, обвиняется, какой, его жена обвиняется в коррупции там до сих пор, там сам черт ногу сломит. Но это реплика в сторону. То есть, я говорю, что это люди того же рядом с ним и Борель. Они ведут себя точно так же, как этот Борель. И я считаю, что чем жестче мы будем себя вести, тем правильнее будет результат, что люди должны понять, что как бы ничего просто так не проходит. Потому что человек должен нести ответственность за свои слова и поступки. Он не рядовой какой-то европеец, он не рядовой клерк, он на минуточку верховный комиссар Европейского Союза по внешнеполитическим делам. То есть, он должен быть как минимум объективен, но человек, который руководствуется точно так же, как пресловутый этот председатель международного суда Карим Хан, пакистанец, с четко выраженной антиизраильской повесткой, да, так сказать, требующий выдачи ордеров на арест Нетаниягу и Галланта, и ставящий на одну доску этих людей с лидерами Хамаса, о чем там вообще говорить. Поэтому я считаю, что вести надо себя, Израиль должен вести себя жестко, с позиции силы. И это никакие не игрушки, это никакие не игрушки, потому что хватит нас оскорблять и поносить. Человек, который позволяет себе это, находясь в ранге верховного комиссара, должен получить достойный отпор. Из-за своей глупости. Вот таково мое мнение. Марк, спасибо. Александр, тебе слово. Говоря о нашем министре иностранных дел, я бы не сказал, что он довольно-таки удачный министр внешнеполитического ведомства. Мне кажется, особенно в области пропаганды, разъяснительной работы, работы с посольствами, со странами, он бы мог делать намного больше. Это с одной стороны. С другой стороны, я поддерживаю Марка. Я думаю, если такое же будет желание приехать к генсекретарю ООН, я бы не удивился бы, если бы ему не дали тоже разрешение на въезд, как официальному лицу. А турист, пожалуйста, если он гражданин какой страны, если безвизовый вес, пожалуйста, приезжай. Потому что за все действительно надо платить. Надо четко определить, кто с нами, кто не с нами. Причем разделить народ, страну и то руководство этой страны, которое себе позволяет те высказывания, которые они позволяют. Тот же генеральный комиссар говорил, что вообще он считал, все поселенцы, их надо убрать. Надо вообще, ну это решение как Международного уголовного суда, надо выполнить, надо из Иудеи и Самарии, значит, все туда убрать. И вот там, безусловно, такой подход. На это надо реагировать. Если бы мы как-то не среагировали, сказали, ладно, приезжай и попробовали здесь о чем-то поговорить. Ты знаешь, если бы это было бы через три месяца после 7 октября, то еще можно было надеяться на что-то. Ну, объяснить, показать, сделать встречи с жертвами, освобожденными, которые первые, да, вот этап был, когда была обменная сделка. Так мы и поступали, мы надеялись, что люди увидят. Был снят фильм, казалось бы, и он показан был во многих странах. Но оказывается, это ни на кого из вот руководителей, может быть, на кого-то все же подействовало, не произвело впечатление. И они играют в свою игру. И поэтому мы тоже должны понять, что нельзя стремиться к тому, чтобы нас любили, все любили. Такого никогда не будет. Значит, у нас должны быть разные уровни общения, отношения с конкретными странами. Это наши друзья, это наши коллеги, эти с теми, с кем мы вполне возможно продолжаем работать. А есть враги. Есть враги, которые, знаешь, как у нас есть комитет по безопасности, который печатает страны, куда нельзя вообще израильтянам приезжать, потому что эти страны враги. А есть еще враги, которые, потому как они ведут себя вот последние 11 месяцев. И должна быть разница в отношениях. Действительно, испанец, ЮАР, Испания, Куба, Ирландия, они делают даже больше, чем, казалось бы, можно было. Но я уже про нашего соседа Эрдогана не говорю. Он вообще хочет стать во главе всего мусульманского арабского движения и вести борьбу с Израилем. Хотя я понимаю, это иногда чисто политические игры, когда закончатся все проблемы и закончится какие-то, как-то решится вопрос с сектором газа и с палестинцами. Я не удивлюсь, что риторика Эрдогана поменяется и экономические отношения тут же появятся. И еще я на каком-то этапе и послы буду думать, как вернуться. Но сегодня должны быть определенные отношения. И в этом отношении как раз вот автология получилась. И тут, я думаю, Кадз действительно прав. Ну, насчет Турции я соглашусь. Мы уже, во-первых, мы уже не раз это проходили. Так что уже знаем, как это бывает. И еще одну тему попрошу вас прокомментировать. У нас же, знаете, как в известном рефрине из фильма «Ирония судьбы». Каждое там 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Вот каждый раз перед Новым годом у нас возникает тема паломничества хасидов в Умань, на Украину. Ну и последние два года это особенно как бы нервозно все. Сначала из-за войны в Украине самой, теперь еще и из-за войны у нас. В общем, в очередной раз Министерство иностранных дел Украины распространило предупреждение о том, что для тех, кто собирается ехать в Умань, что, мол, там очень опасно, что мы не можем гарантировать безопасность паломников и просим их не приезжать, что, как мы знаем, и в прошлый раз, и позапрошлый раз не снижало намерений и объема числа паломников. И вот тут непонятную ситуацию вдруг заняло наше государство. Оно не выпускает предупреждений, оно не запрещает, хотя может. Наоборот, как становится известно из утечек, государство пытается максимально как бы помогать этому делу. Пытается договориться, организовать эти визиты через Молдову. Натиньягу впервые за год позвонил даже президенту Украины по этому поводу, что тоже вызвало определенное недовольство и так далее. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как должно вести себя государство в этой ситуации? Там война, тут война, непонятно, что творится с авиалиниями, с полетами. И вот действительно непонятная позиция. Или вообще у государства не должно быть никакой позиции по этому поводу? Хотите, летайте, хотите, не летайте. Марк. Нет, ну каким-то образом государство должно все-таки содействовать, учитывать именно сложность той ситуации, которую ты сказал. Я как раз опять и так получил, что незадолго до программы читал достаточно подробный материал по этому поводу. Действительно, украинские власти предупредили опять на этот раз. Причем предупреждение было уже дважды сделано за короткий срок. Что не ездите в Умань. Что это опасно в связи с военным положением. Что вводится чрезвычайное действие, чрезвычайное положение. Что у нас нет возможности обеспечить безопасность. Что наоборот, те, кто приедет в Умань, может быть даже расценен как нарушитель порядка. И в каких-то случаях полиции дано право задерживать и арестовывать. То есть, так сказать, ситуация такая, что... Там кошмарная ситуация. Война идет. Очень тяжелая. Война идет. Не приведи Господь. Более того, есть еще одна сложность, Миша, которой ты упомянул Молдову. Так вот, Молдова отказывается принимать паломников. И, так сказать, по некоторым оценочным данным, паломников должно быть примерно около 50 тысяч человек. Примерно вот по такие оценки. Но если имелось в виду, что Молдова будет служить неким пересадочным пунктом, чтобы люди могли через Молдову добираться, значит, до Умани. Однако Молдова тоже отказывается это делать. И, по всей видимости, оно закроет аэропорт. То есть, таким образом, количество паломников должно быть, скорее всего, резко сократиться. Вот. И 50 тысяч уже вряд ли будет. Но, опять-таки, это тоже под вопросом. Но пока Молдова не подтвердила разрешение на использование своего аэропорта в качестве транзита или в качестве пересадки, скажем так. То есть, это тоже осложняет ситуацию во многом. Не знаю. Я думаю, что, честно говоря, немножко я затруднен что-то по этому поводу говорить. Потому что это, конечно, с одной стороны, это такая, скажем, частная инициатива. Да. Вот есть группа людей. В основном это братцевские хасиды, то есть, которые, так сказать, объявили святым Раби Нахмана. Вот. И каждый год мы с друзьями, как правильно сказал, ходим в баню. Каждый год, значит, в сентябре, в октябре, то есть, к началу Рошашана, нового еврейского года, толпы паломников устремляются в Украину, в Умань. Вот. То есть, но последние два года действительно осложнены ситуации, военные ситуации. Дело в том, что, насколько я понимаю, Миша, понимаешь, надо знать ментальность этих людей. Они очень упрямые в достижении цели. И если они уж мирятся с такой ситуацией, как эта несчастная Умань, в которой, так сказать, там порой иногда сдают какой-то там жалкий угол там за 500-600 долларов. Там людей селят по, я не знаю, по 10-15 человек в одной комнате. Естественно, как бы поборы колоссальные, так сказать. Всюду Умань выполняет, по-моему, за это время, выполняет вообще план по сбору денег. С приезжающих, так как целый год она не в состоянии пополнить свою казну. То есть, поэтому этот благородный гнев уманцев, он тоже имеет обратную сторону. То есть, гнев отста не могут, но, тем не менее, деньги они с этих паломников сдирают немалые. И без них вряд ли их экономика будет существовать. Поэтому я думаю, что, конечно, государство все-таки должно выработать какой-то алгоритм поведения в этом вопросе, потому что речь идет все-таки о наших, и не только наших согражданах, евреях, которые, так сказать, действительно отправляются в весьма рискованное путешествие. А поездка в Умань – это не туристическая поездка, где, так сказать, можно получить и насладиться благами цивилизации. Марк, спасибо. Саша, ну, действительно, с одной стороны, это частная инициатива частных людей, можно так расценить. Но, с другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что если, не дай бог, что-то случится, то это станет проблемой государства. Да, и поэтому неудивительно, что каждый год, параллельно с теми, кто едет в Умань, едет группа полиции израильской, причем человек 20-30, я точно не помню, как мы говорили. По-разному, в разные годы по-разному. Несколько раз, да. Которые, учитывая, что там живут граждане, там будут граждане Израиля, они пытаются как-то обеспечить безопасность их там существования, это раз. Второе, по поводу Молдовы, я вам скажу только вещь, почему Молдоване или власти Молдовы, в общем-то, не отрицательно вообще относятся к этому процессу. Оказывается, Израиль за прошлый год не заплатил Молдове порядка 600 тысяч долларов за то, что они организовали процесс поездки, организовали вопросы безопасности и так далее, и так далее. А государство Израиль должно было оплатить им уже прошел год, они ничего не оплатили. И это тоже не вызывает положительных эмоций Молдовян, которые говорят, слушайте, вы хотя бы за прошлый год заплатите, так, в общем-то, не делается. Поэтому, с одной стороны, казалось бы, это частная инициатива, но поскольку это группы, большие группы граждан Израиля, хочешь не хочешь, государство должно как-то участвовать. Они не могут запретить конкретному человеку выехать из Израиля, ну, не имеют права, у нас демократическое государство. Тем более, в дружественную страну Молдова, да, или в Польшу, потому что там на поезде потом можно поехать в Украину. Но они предупреждают, как во многие страны, что это опасно по таким-то, таким-то причинам. Поэтому остановить они этот процесс не могут. И Марк правильно сказал, этих людей не остановила ни пандемия, ни война. Поэтому какие-то указки нашего правительства, они на них реагировать не будут. Это с одной стороны. С другой стороны, максимально возможные условия государство, наверное, должно организовать. Ну, вот как на уровне групп полицейских или решения вопроса в Молдове, чтобы там они могли как бы обеспечить какую-то безопасность. То есть, частично государство должно в этом участвовать, поскольку это большие группы населения, и они все равно поедут. Но, то есть, поэтому на произвол судьбы их так просто бросать нельзя. Но, с другой стороны, это не какое-то государственное мероприятие, которое, значит, ну, по-крупному оно должно быть прописано в каких-то планах, программах, ответственных и так далее. Потому что это действительно не правительственная и не государственная инициатива. Коллеги, спасибо за этот разговор. На этом все. Напомню, что вместе со мной в эфире были Марк Котлярский и Александр Цинкер. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok